Новости об активно развивающемся, показывающем хорошую динамику Ленинском районе, все чаще стали появляться в областной прессе. О достижениях муниципалитета говорит и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, с которым на днях встретился глава района Валерий Венцель. А доложить было о чем? Проделано много работы и еще больше предстоит. Ленинский муниципальный район характеризуется как устойчивым экономическим ростом. У нас общий экономический оборот предприятий и рост его составил порядка 4%. Мы достаточно активно ведем работу с привлечением среднего и малого предпринимательства. И за прошлый год у нас самое знаковое такое событие произошло. Мы открыли совместное российско-китайское предприятие, которое производит станки с ЧПУ. На мощности это предприятие выходит в 2020 году. Здесь будет создано порядка 300 рабочих мест. Создание рабочих мест и благоприятная атмосфера в районе притягивает новых жителей. В муниципалитете идет активное строительство многоэтажных домов. Основной прирост в Булатниковском и Молоковском сельских поселениях, а также в городе Видное. Приоритетная задача главы администрации – возведение социальных объектов. Так, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 6 детских садов. Три из них откроют свои двери уже в сентябре. Андрей Воробьев отметил твердые шаги развития района. Я посмотрел результаты рейтинга 50. По важным направлениям вы находитесь в зеленой зоне. В частности, благоустройство дворовых территорий, ликвидация долгостроя, самостроя, с автобусами у вас все хорошо, с общественным транспортом. Но обращает на себя внимание вопросы транспортных развязок, транспортных дорог. Валерий Винцель пояснил, что в сфере строительства дорог на этот год намечено много планов. Реконструкция выезда из сельского поселения Развилковское, развязки на Старокоширском шоссе в сторону Молокова, создание путепровода, который пройдет над Семперопольским шоссе и соединит Дрожжино и Боброво. У нас очень сильно перегружено внутреннее наше Расторгуевское шоссе, которое соединяет как раз так и город Видное и сельское поселение Булатниковское с выходом на Старо-Варшавское шоссе. И люди всегда объезжали, из-за этого там всегда было очень неудобно, и большие пробки. Конечно, ввод в эксплуатацию этого путепровода, он решит ряд больших проблем. Также в беседе была затронута тема, которая беспокоит жителей и власть. Состояние объектов коммунальной инфраструктуры в микрорайоне Купеленко, где проживает порядка 25 тысяч человек. С недавнего времени очистные сооружения переданы в муниципальную собственность, а на днях была подписана дорожная карта по строительству нового напорного коллектора, который позволит создать в микрорайоне централизованное канализование. В конце встречи губернатор поблагодарил главу Ленинского района за конструктивный диалог. Юлия Погосян, Ольга Садовская, Видное ТВ.